Ключила камеру и снимаю влог смотрю на небо говорю спасибо всем доброе утро я уже все на у меня кофта вы не думайте это не жопа такая всем доброе утро еще раз я сегодня должна была выйти на работу где я должна была проработать 14 часов так все быть скажу вам за сколько рублей в день за 1000 рублей 14 часов я должна была прийти за 20 минут до начала работы убрать территорию мусорки и все тому подобное потом в зале потом расставить товар потом сидит заказ естественно смотрю просрочки и когда будет приходить товар его выпускать выпускать оставлять в общем я не пошла очень сильно переживала как я об этом скажу знакомому все-таки это знакомый метод устроил он директор потом подумала хватит думать о том что подумает кто-то там хватит надоело это касается и в дружбе это касается и в работе это касается каких-то домашних делах нужно думать первую очередь как будет тебе каково будет тебе а не каково будет другому человеку это позвонил ему пришли его не было позвонила он ведь я все понял потому что я сам понимаю что график не подойдет с ребенком а если бы я мялась вышла бы на эту работу потому что боялась обидеть человека в общем вы поняли мне нужно думать по себе а не думать о том как подумает кто-то подумает что касается также youtube досрать я хотела и вы тоже девочки хотите бывать выпускать выпускайте что хотите хоть голубым показывать это ваше дело нужно меньше думать о том что подумают другие от этого живется лучше и легче я отойду устраиваться на новую работу и устроиться села поговорить там посмотрим что и как главы найти место место все я уже дома сижу здесь на полу дом очень жарко и сижу перебираю вещи которые нужно выкинуть какие нужно убрать какие нужно собрать а лёша в зале спит арина пока в садике он с ночи сегодня спит губы такие куда я их красила в общем сходила я на работу на потенциальную работу в общем все мне понравилось конечно трудно очень много запоминать целых два этажа здания два этажа нужно запомнить там просто все заставлено товаром не буду говорить пока что каким потом уже когда если устроиться все нормально сегодня мне должны позвонить когда мне выходить на пробный день два пробных дня первый день у меня будет с утра второй день во второй половине дня вот они неоплачиваем и это просто для того как он мне объяснила для ушиб ты сама поняла надо тебе она не надо тебе потом месяц я буду работать как на испытательном сроке зарплату получать только за выход если все нормально то месяц после этого месяца уже буду работать как нормально работник уже получать нормальную зарплату график будет у меня два через два по будням с 8 15 до 6 40 по моему по выходным по выходным тоже с 8 15 до 5 40 не помню короче такой график у меня вообще устраивает все вот очень хорош три директора там вот сегодня с которыми разговаривал очень приятный молодой человек мне очень понравился все так хорошо рассказал рассказываю то что вчера девочка приходила отработала и говорит чистой душой ко мне естественным сердцем подошла и сказала что простите отпустите ну все поняли и ушла он говорит мы тут никого не держим насильно никого не заставляем все от вашего желания сразу предупредил работа очень тяжелая очень много чего запоминать надо ну и не с этим сталкивались вот так у меня и болит щека мне кажется мне даже чуть подопуха блин вот переместилом пшикаю уже тут вычитала можно зеленкой помазать а я не хочу медом мазала все говорят медом помазать очень сильно щипет не мне нормально терпимо не сильно стали бывшую аренену ванночку это кстати вторая по моему ванна изначально в арене была совсем маленькая такая кругленькая такая для малышей прям а потом я купила вот эту и в итоге мы не один раз покупались и больше не купаюсь отдаем достали погремушки все аренены там всякие для малышей достали плавательный круг музыкальный достану его покажу и вот это вот для пеленального столика матрасик маленький это мы все отдаем а еще отдаем вот такую подогревалку вот и там еще кое-что вот так вот такие дела да нам это пока не надо а когда надо будет либо купим либо обратно замерем вот сейчас покажу кстати этот классно аренка в нем купалась музыкальный круг с трех месяцев мы кстати чуть позже стали не в три месяца мы по-моему начали месяцев в пять в четыре месяца там классный музыкальный тут еще если такая вот я не знаю пригодится но она правда пожелтела из-за того что раз ромашка купали это вот который вешается вот сюда и туда и ребеночек ну его ткань и ребеночек маленький так вот лежит горка поняли да вот здесь же у меня это на чехол на коляску но чехол не дам то что коляску мы не отдаем чехлы для колес у меня здесь и вот такая подушка но это обычно для шеи подушка но я и знаете как что и дело надувала подарена была маленькая когда училась короче она ползать чтобы я была на она такая вот такая вот ткань видите все прилипло надо ее почистить но тоже отдам в общем я иногда надувала и когда арина училась ползать я и как бы клала между туловищем и очень было ей удобно ну поняли до ножки вот ставить она вот училась ползать эта штука даже соковыжималка я кстати не знаю почему она так как-то не одевается не так даже щеком представляете у нас осталось 1585 рублей короче в каком году это когда у меня выписали из роддома мы пошли в магазин до 28 числа вау класс когда меня выписали из роддома мы пошли по да когда я сидела на антибиотику нельзя было грудью кормить и вот мы решили купить вот такую подогревалку очень удобно греть бутылочку сейчас скажу какую как-то продажу я отдаю от коляски вот такую вот теплую штуку на зиму очень классно прям в мороз и вообще здоровская куртка ой куртка как-то мешок не знаю как его нажать очень классно это от коляски он вот одевается на матрасик очень классная вещица также даем а ну чё ты хочешь залезть уже взрослая выдумала здорово будешь спать зимой на улице поход пойдем вот тебе мешок только ноги накрывает да тебе мой муж у нас кота просит и вещи мы уже отдали раньше до этого подавали еще у нас есть ходунки но проходунки надо узнать это мне от крестницы перепала арене я не знаю можно нельзя от нас спрашивать также отдаю всевозможные одеяла даже есть пеленки новые которые вообще даже не открывались арену подожди потянула сейчас представлять от ноги свои снимать потянула сейчас и прорвала это из одеяла в общем тут много всяких пледики которые еще наверно от меня достались такое одеяльца такой классно ну типа как на выписку но я его заправляла в постельное белье под одеяльник детская и вообще хорошо бы вот такой то еще мой самый любимый был одеяльце постоянно его это у меня лежала под санками когда на санках катались либо вот матрасик до в коляску и вот на него такое одеяльце и вот такие два пледа это мы зимой арену накрываем кстати надо одну оставить наверно чтобы зимой укрывать вот санки когда санки на санки садишься и я ее укутывала красный и голубенький наверно красный оставим а голубенький отдадим вот и вот тут а что тут у меня еще а это тоже вот это вот который будут наши до пеленки от нас остались а это вот раз-два-три пеленочки это новая совсем новая нить еще даже в упаковочках мы их не доставали блин как же я путь с этим пакетом я так вот потянула за ручки она мне лежала там где все вот пакеты с вещами маленькими и это собрали вот этот мешочек вот этот который в ванной лежит этого мы не отдаем мешочка это все остальное отдаем до